У тебя слюни собираются на губах, нос кривой и голос, как у бабки. Показывали, что я просто вообще ничто, и из меня ничего не получится. Ты типа сиди здесь, молчи, приехала сюда, ну вот тебе повезло. Я такая, чего? Что? Юля Гаврилина, это девочка, которая, если захочет чего-то очень сильно, то она будет зубами грызть асфальт, но своего добьется. А вот сейчас что-то у меня прям выбило из клиента. Все, ладно. Мне кажется, я говорю очень непонятно, меня никто не понимает. Всем привет, меня зовут Юлия Гаврилина, и я здесь специально для проекта «Вместе». Я могу сказать так, что я всегда была послушным ребенком. В плане, я делала всякие там штуки, но папа был строгий, строгий до сих пор был, почему он был. То есть нам нужно было быть дома в определенное время. То есть если папа сказал прийти в 10, и ты придешь в 10.01, то папа придумал всякие санкции. Там отжимания. То есть опоздал на минуту, будешь 10 раз отжиматься. Опоздал, я не знаю, на 30 минут, и до тебя при этом не дозвонились. Останешься, ну на следующий день дома, никуда не пойдешь. Телефон там ночами бывало мог забрать. И то есть папа всегда придумал какие-то санкции, и это воспитывало во мне пунктуальность. Правда, чему я так и не научилась. Поэтому с учетом того, что мой папа был строгий, я пыталась везде все делать так, чтобы меня потом не наругали. А так побаловаться я всегда любила. И родители в школу приходили, и велась на плохие компании под их руководством, что ли. Короче, я поддавалась влиянию, вот так вот, по щелчку пальца, будучи маленькой, и велась на мнение людей, очень сильно зависела от него. Мама, мне кажется, мама была строгой тогда, когда это было нужно. Но при этом она больше была на стороне папы. В плане папа мужчина, он сказал, его нужно послушать. То есть у нас в семье было так, что папа главный, и папа решает любое, в общем, последнее решение за папой, и последнее слово за ним. Поэтому мама в большей степени его поддерживала. Но надо, но где надо было, заступалась. Вот так вот. У меня есть один брат и одна сестра. То есть брат старше меня, а сестра младше. Сестре, получается, 10, а брату 19. До момента, наверное, как я уехала из дома, я с ним почти не ладила. Ну, то есть у него был свой круг общения, у меня свой, и максимально не совмещались интересы. То есть мы дрались постоянно, всякую фигню вместе придумывали. Но не было такого, что мы были друг к другу как друзья до определенного момента. То есть, наверное, лет 17 мы уже начали общаться как друзья. То есть, когда я уехала из дома, съехала, тогда у нас стали более теплые отношения. До этого мы постоянно дрались, ссоры, войны какие-то, поэтому... Не знаю. На самом деле, до того момента, пока появилась сестра, я всегда себя ощущала такой любимец, одна девочка в семье и так далее. А потом, когда появилась мелкая, я такая, ну, я поняла. Своё внимание я отдала ей, и всё. Я не скажу, что это что-то удивительное, наверное, будет средней. Для меня это было как-то обычно. Но я всегда считала, что я отличаюсь от своего брата и от своей сестры. Не знаю, чем она отличалась. До сих пор так думала. Мне бы хотелось верить в то, что я пример для своей младшей сестры. Потому что, ну, я знаю, она смотрит на меня, сидит в Тиктоке и такая, блин, моя сестра уже столько всего добилась, хочу быть как она. И мне очень приятно, что она так мной гордится, что ли, рассказывает своим подругам, хвастается и так далее. Я пытаюсь быть для неё примером и дать всё самое лучшее, что у меня есть. Но, конечно, есть обратная сторона медали, что в школе ей не дают покоя вообще. То есть она ходит, и кто-нибудь да зацепит. Есть как адекватные, так и неадекватные, и, мне кажется, так везде. С 2017 года. Получается, это 2016, 2016, 2016. Пять лет. Чего? Пять? Офигеть. Я, кстати, даже не задумывалась, что так долго. Но до этого это был не Тикток, а мюзикл. То есть... Это была платформа, которую на тот момент никто не знал почти, когда я там зарегистрировалась. И я просто снимала какие-то видео. Вообще не было никакой надежды, что я стану, как все популярные люди, которых я там вижу в телевизорах. Не было даже мысли такой, я просто снимала, такое... А потом, когда это дошло до момента того, что мюзикли начало узнаваться, все в твоем маленьком поселке это знают, ходят на тебя, смотрят, смеются. Ой, ты там же снимаешь, да? Ну, буллинг некий начинался потихоньку-потихоньку нарастать. Я в Москве жила, но это не центр Москвы. То есть я жила... Сейчас это называют Новая Москва. В поселке, я даже могу сказать, поселок Окошкино. Там... Ну, это как деревня, то есть это небольшой поселок, где из магазинов есть смешные цены, пятерочка, дикси, магнит, школа, детский садик. Все. Это точно все, что есть в нашем поселке. И получается, там все друг друга знают. И как только что-то происходило, об этом знали абсолютно все. И как сломанный телефон. Ты сказал «а», а передали другому целый текст. И так происходило абсолютно совсем, как и с мюзикли постоянно были насмешки в школе, обсуждения «Ой, да это да, она же популярная» и так далее. И настолько была зависима от мнения других людей, что у меня в мюзикли набирались подписчики, но о нем почти никто не знал. И я в Инстаграм своим подписчикам даже не давала. То есть у меня нет Инстаграма до момента, пока его не начали находить. Потому что Инстаграм-то все знают, и все его видят. И когда начнут видеть, что у меня набирается аудитория, все будут говорить, что я а-ля себе накручиваю. Не докажешь обычным ребятам, что у тебя есть аудитория какая-то, когда ты сам не понимаешь, что это такое. И я поэтому просто до конечного скрывала свой Инстаграм, пока это не начало набирать большие обороты, и люди сами уже находили. Я уверена, что все написано по поводу нашей судьбы еще давным-давно, и мы просто ее проживаем. То есть если бы я тогда не скачала мюзикали, то какими-то путями я бы все равно пришла к сегодняшнему дню и сидела бы здесь. Почему-то я в этом уверена. Верю в это. Вообще верю в то, что есть некий космос, в который мы можем свои желания посылать, и это потом вернется, если ты будешь в это сильно-сильно верить. И я вот живу с этими мыслями. Во что-то очень сильно верю. Делаю для этого какие-то поступки, и потом так и происходит. Не знаю, как это работает, наверное, какая-то магия. Но я в это верю, и так и происходит. То есть если кто-то в это не верит, то это его право. Но поскольку я имею этот опыт и знаю, что все, что я загадывала, сбывалось, я рада, что это есть потом. Мне кажется, я говорю очень непонятно, меня никто не понимает. Я начала снимать в ТикТоке, просто снимала видео, мне набирались подписчики, появилась реклама. Я даже сначала не знала, что это такое, мне пришлось с этим знакомиться с нулевого уровня. И потом я познакомилась с Заиром. Я думаю, вы знаете, Заир – это продюсер нашего дома, Hype House, в котором я сейчас состою. И мы познакомились с Заиром, начали общаться, общаться, общаться. Встретились, собрались с девчонками. И после этого все как-то пошло само собой. Появилась мода на хаосы. Мы объединились все в один дом. И сейчас это дошло до такой степени, что это не просто ТикТок хаос, а это уже целая семья, объединение творческих людей. И я могу сказать, что это вот прям близкие мне люди, с кем я сейчас живу. Родители были очень строгие, а мне на тот момент было 17 лет. Меня не отпускали. У меня плюс появилась пандемия. И мне говорят, вообще из Кокошкина ты никуда не выезжаешь. А я так не могу. Ну, просто как? То есть все ребята развиваются, снимают. А я просто буду сидеть дома и снимать все на том же самом фоне, ни с кем не видевшись, с кем мне бы хотелось. И плюс это ребята, от которых я получала энергию и мотивацию. А находясь дома в Кокошкино, и плюс у меня там друзей практически не было, всего лишь пару людей, у которых совершенно другие интересы и другие планы на жизнь. И когда я пыталась объяснить это родителям, меня вообще не слушали. Они как бы хотели меня понять, но у них не получалось. И, наверное, что меня спасло? Я, получается, говорю папе, что пап, я очень сильно хочу переехать там в ТикТок Хаус. Они такие, нет, забудь. То есть пока тебе не стукнет 18 лет, ты будешь жить дома. И так вышло, что один мой друг очень хотел со мной видеться. И во время пандемии снял там себе квартиру у меня в Кокошкино. И мы с ним там виделись, гуляли, снимали. И в один момент, когда я уходила к этому другу, у меня папа такой говорит, ты сегодня придешь домой раньше, чем обычно. И такая, почему? Без причины. А у папы там, возможно, какие-то свои просто мысли, я их не поняла. И я, получается, ухожу из дома и такая, все. Я вот так не могу, ну сколько можно? Мне уже там почти 18. Я сама уже зарабатываю, знаю, что такое быть ответственной. А все равно нет ко мне какого-то доверия, когда я даже нахожусь в рамках маленького поселка. И мне этот друг такой говорит, давай сбежим. Я такая на него смотрю, что? То есть, мне было очень сложно принять это решение, потому что я всегда была послушным ребенком. Я всегда делала так, как мне говорили родители. И первый раз идти наперекор им. Я, получается, думаю, взвешивая все за и против. По итогу где-то 2 часа размышлений. Я такая, ладно. Не знаю, то есть, это очень безбашенный поступок, вообще так поступить по отношению к родителям, сбежать. Но если бы не этот поступок, который тогда был, я бы не сидела сейчас здесь. То есть, я бы, скорее всего, так бы сидела дома. Как будто нужна была какая-то спонтанность, чтобы меня родители отпустили. Потому что намного легче отпустить резко, нежели постепенно. То есть, ты вот там сначала поступил в институт, купи себе квартиру, и только потом. А это бы очень оттягивало, и все равно были бы какие-то рамки, которые мне бы запрещали родители. И получается, что мы берем с этим другом, без вещей, я без паспорта, без всего. Садимся в машину и едем в хаос. Меня там ждут все ребята, почти, ну, все ребята знакомы с родителями и так далее. Я пишу маме больше текстов. Мам, я там так не могу и так далее. Мама говорит, вернись домой, мы поговорим. Но в итоге я целый день пробыла в хаосе. Родители уже просто все на нервах. И я очень, очень стыдна перед родителями, что я их довела до такого состояния. Но на данный момент я понимаю, что если бы не та ситуация, то я бы сидела бы сейчас дома. И получается, проходит день. Я возвращаюсь к родителям. Честно, очень благодарна этому мальчику, потому что он мне помог на это решиться. Потому что если бы не он, я не знаю, когда бы я это вообще сделала. Не то, что у меня там родители эти раны, а просто это сложное решение для маленькой девочки. И получается, я всю ответственность как будто возложила на его плечи. Потому что, когда я приехала к родителям, они мне говорят, мы даже видеть его больше не хотим. То есть он так вот поступил. Я вот это все слушаю. Они по итогу меня отпускают. Говорят, ты уедешь сейчас на месяц. А потом у тебя начнутся экзамены, и ты вернешься. Я такая, да, да, хорошо, спасибо. По итогу, пока я разговариваю, там еще приезжает Заир. Поскольку мы с ним очень хорошо общаемся, прям в дружеских отношениях. И с родителем он знаком. Он объяснил им свою позицию, как это все будет происходить и так далее. И сидит у подъезда, этот мальчик в машине ждет. Вот так вот трясется. Потому что была боязнь, когда я ехала домой, что все, меня сейчас закроют дома. Я заберу телефон, и все, я буду просто сидеть, наказанной, не знаю, месяц без всего, и потеряю как будто все. Но нет, разговор произошел успешно. Успешно. И родители меня отпустили, и я уехала, получается, в хайп-хаус жить. И после этого моя жизнь изменилась на до и после, прямо в буквальном смысле. То есть как будто все шло так, как нужно. Пандемия, то, что я сбежала, открылся хаос. То есть это все как будто произошло вот так вот в один момент. И много людей, конечно, смотрят на коронавирус, вот этот момент, который был очень жесткий, с тем, что это все ужасно. Я с этим согласна, но в этом была своя прелесть. Я считаю, была прелесть в том, что мы сидели дома. И я не знаю, я такой человек, который из всего пытается найти что-то хорошее. И я считаю, что все сложилось настолько идеально, что как будто так и должно было быть. Чтобы вот эти все обстоятельства случились, чтобы у меня что-то получилось. Конечно, это не рассчитано было на все меня, но я вот так вот вижу. Я начала жить в хайп-хаусе, я уже живу в хайп-хаусе один год. То есть с той ситуацией прошел ровно год. И настолько сильно все изменилось в моей жизни, что я даже не знаю, как это описать словами. Потому что жить в трехкомнатной квартире и жить в большом доме. Жить в большом доме, зная, что ты можешь делать все, что угодно, ну, условно, и нет родителей, которые тебе запретят. То есть ты можешь поехать гулять во сколько угодно, я не знаю, заняться чем-то. То есть полная свобода, нет никаких ограничений. И при этом это даже не то, что тикток-хаус, а вообще, когда человек съезжает от родителей, у него появляется свобода, тут момент, либо он подастся этой свободе и уйдет вообще не в то русло, либо в силу своего воспитания он также будет держать себя в руках, и он как не хотел чего-то сделать, так и не будет ходить. И неважно, какое влияние будет вокруг. И у меня получилось примерно так же. То есть я могу назвать себя не так, чтобы взрослой, но я могу сама принимать решение, точно знать, где мне будет лучше, где нет. Я там зарабатываю уже какие-то деньги и могу отправлять их родителям, чтобы они ни в чем не нуждались. Я вот недавно сделала ремонт в своей квартире, потому что, живя в квартире, мои родители зарабатывают среднюю статистическую зарплату, то есть я не родилась в богатой семье, я не могу назвать свою семью прям супер бедной, ну, самая обычная семья. Но при этом у нас на кухне был просто ужасный ремонт, в туалете, в ванной, в коридоре. И я никогда, не то, чтобы мне было стыдно, я скорее стеснялась, потому что меня окружали там ребята, у которых был суперидеальный ремонт дома, в квартире. Я такая, блин, а что они обо мне подумают? Всегда этого стеснялась, то есть на фоне кухни никогда нигде не снимала, потому что, блин, что подумают люди. А сейчас, когда я начала зарабатывать, я все делаю для того, чтобы жизнь у моей семьи была как можно комфортнее. И то есть, как же приятно приезжать домой и видеть, что там сделан ремонт на кухне, в туалете, в ванной, в коридоре. Я такая, блин, да. То есть, самое главное, что я понимаю, что самое главное, я это делаю все не просто так, потому что я вижу, как мной гордятся родители. Они смотрят каждое шоу, где я участвую, и не разговаривала с ними на тему, что было бы, если бы не та ситуация. Но я уверена почему-то, что они даже в какой-то степени рады, что произошло именно так, как произошло. Я всегда была, так скажем, прилежной ученицей, но при этом бунтаркой. То есть, я всегда хорошо училась, но была самая шумная. То есть, всегда самая шумная, это Гаврилина. В принципе, почти со всеми учителями я находила вообще язык в силу своего разговорчивого языка могла вообще всех заговорить. Пожалуйста, постойте. Я сделаю все, что угодно. То есть, мне очень приятно, когда я слышу по сей день, когда у меня что-то случается от своего прошлого классного руководителя, что в начальных классах, что в средней школе, говорят, ну вот Юля Гаврилина, это девочка, которая, если захочет чего-то очень сильно, то она будет зубами грызть асфальт, но своего добьется. И также говорил мой тренер по танцам, то есть, я в детстве занималась танцами, она говорила, вот Юля очень целеустремленная. И там была такая ситуация, когда я ходила на танцах, ну вот просто чуть-чуть про мою целеустремленность. Я сама, наверное, этого не осознаю, но на подсознательном уровне это как-то происходит. Мы только-только начинали заниматься танцами, я еще особо ничего не понимала, и надвигался отчетный концерт. И я всегда знала, что человек, который стоит по центру, на него все внимание, на нем как будто вся ответственность, он как вишенка на торте. И поставили другую девочку в центр. Я только в смысле, почему заканчивается занятие, я подхожу, говорю, пожалуйста, дайте мне несколько шансов себя проявить, чтобы я стояла в центре. Ну хорошо. Ну раз, занять, два, три, и по итогу на отчетном концерте я стояла в центре, и после этого почти на всех соревнованиях, на всех там олимпиадах, концертах я везде стояла по центру. То есть, я не знаю, настолько сильно я бы захотела, все для этого делала, старалась, что получалось. И мне очень приятно, когда я слышу от людей, которые значительно старше, чем я, что их мотивирует моя целеустремленность, и они хотели бы так же. Я этого не осознаю, но исходя из слов других людей, меня это очень подталкивает идти дальше. Прошел месяц после того, как я уехала из дома, и началась подготовка. Я вообще почти не посещала уроки. Я была настолько заинтересована творчеством, которое крутилось вокруг меня, потому что, ну, представляешь, какие-то эмоции, когда в первый раз ты попадаешь в круг людей, которые с такими же интересами, как и ты, хотя у меня была до этого ситуация, когда я была в такой обстановке примерно. И, получается, экзамены... Я не ходила на уроки, которые были онлайн, ничего не делала, и просто за два дня до каждого экзамена я наняла репетиторов. И в силу того, что я была девочка смышленая, и у меня было много знаний, я сдала экзамены, и сдала их даже получше ребят, которые готовились все это время. То есть довольно-таки достойно. И вот сейчас я учусь в институте на первом курсе заочно. Вот первую сессию только недавно закрыла. Сейчас уже вторая. Уже началась вторая, я только первую закончила, думаю, что происходит. Вот. И сейчас вот учусь в институте заочно. Я буду точно творческим человеком. То есть я уверена на миллион процентов, что я не буду работать по специальности, на которой работаю, ой, на которой учусь. Я учусь на менеджмент. Но сказать честно, я не знаю. Я почему-то не вижу, что если бы я пошла там, не знаю, на театральное, на актерское, возможно, актерское помогло, театральное дало бы какую-то базу знаний. Но я почему-то пошла на менеджмент, и не вижу, что я буду в будущем этим работать. Я вижу себя в будущем именно творческим человеком, творческим человеком на сцене. То есть не вижу свою карьеру, связанную с учебой. Для меня учеба – это скорее корочка. И для родителей. На стол положить. Потому что все-таки родители у меня строгнее. Вот. Но я не знаю, как случится через год. Может, через год я вообще уйду с института и покончу с этим. То есть кто знает, может, доучусь, может быть, все-таки буду работать по специальности. Но это, конечно, вряд ли. Это мне не очень интересно. Мы же собрались с ребятами в одном доме. И раньше я сталкивалась с подобной тусовкой. То есть это было в 2020 году. А оттягиваем на два года назад. 2018 год. Очень, конечно, забавная история. Там постоянно, в тот период времени, был популярен мюзикль. И я не сказала, что была самой популярной, самой обсуждаемой. Но выходила в список каких-то 30 людей, возможно, которые вызывали интерес у людей. И каждые два-три месяца устраивалось мероприятие по типу кис-пати. И все ньюзеры, их тогда называли, собирались. И вот, наверное, самое интересное, что меня удивляет, это, когда два года назад я приходила на эти мероприятия, меня вообще не замечали. То есть там были ребята, которые на тот момент были на пике. И сейчас как бы они с него следили. И я просто помню, как они со мной разговаривали, как всем своим видом, всеми своими словами. Ну, знаешь, поймали звезду какую-то. Показывали, что я просто вообще ничто, и из меня ничего не получится. Ты типа сиди здесь, молчи. Приехала сюда, ну, тебе повезло. И, наверное, самое забавное, что они меня замотивировали этими словами. А потом проходит два года, и эти ребята подходят и говорят мне, Юль, какой ты все-таки молодец, ну, мы же с тобой друзья давно. Я такая, да, друзья. Ну, то есть очень забавно происходит. Я никогда не понимала, как, ну, в первую очередь, человек должен оставаться человеком. И это, наверное, урок, который я извлекла именно тогда, то есть когда ребята словили звезду и не чувствовали грани между тем, как можно общаться, как нельзя. И вот с этой ситуацией я извлекла урок, что вообще ни за что нет дележки людей. У кого сколько денег, у кого сколько подписчиков, мы все одинаковы. И со всеми нужно общаться наравне. А то, что кто-то придумал, а-ля если человек богаче, его нужно больше уважать, то есть я вообще с этим не согласна. Только вот выстроила себе по поводу внешности. У меня всегда был мой самый главный комплекс. Это искривленная перегородка. Но сейчас я не могу на это пожаловаться, потому что я недавно сделала операцию. И почему у меня вообще появился этот комплекс? В детстве я уже рассказывала эту историю. Мы с подругой гуляли, как-то ездили на велосипеде. Она была сзади меня, и она начала так сильно трясти, там были кочки, что мы с ней перевернулись. И после этого у меня было куча синяков по всему, просто телу, по носу. Я даже не заметила, что у меня сломался нос, пока ко мне не подошла девочка в нашем поселке как раз таки. И не сказала, у тебя слюни собираются на губах, нос кривой и голос, как у бабки. Я такая, спасибо. То есть после этого момента я ненавидела свой голос, ненавидела свой нос, потому что из-за носа я не могла стать другой стороной на фотке, потому что это выглядело ну просто ужасно, по моему мнению. Люди там, например, это даже не замечали. И, кстати, вот в нашем поселке все это настолько было сильно, и люди не боялись высказывать свое мнение, что когда мне было лет 13, ко мне подошел мальчик и сказал, у тебя такие ноги волосатые, а ты не хочешь? А, у тебя такие ноги волосатые, даже волос больше, чем у меня. И когда ты находишься в компании, где 10 человек, все на тобой смеются, а ты стоишь как такой. Приходишь домой к маме, просто весь разрыдавшись, мама, пожалуйста, разреши мне поприть ноги. Чтобы ты понимала, не было такого, что у меня на волосах тут какая-то такая гора была. Были белые, светлые волосы, но были они, как и у всех. И в нашем поселке это было настолько распространено, что я закрылась в себе и очень нуждалась в мнении окружающих. Я до сих пор борюсь с этой проблемой, и я думаю, что у каждого человека же есть проблемы. И бороться с ней каждый день, это очень сложно. И это нужно еще иметь силы, чтобы каждый день просыпаться, зная, что у тебя внутри там сидит. И ты с этим борешься, борешься. Но иногда получается, иногда нет. И я, получается, с 12-11 лет до 18 ходила в смысле о том, что у меня кривой нос, волосы на руках постоянно очень большие, на губах-то слюни, голос у меня просто ужас. То есть, типа, что мне петь, говорить? Ну, вообще, ничего не получится с моим голосом. И это настолько была сильная проблема до определенного момента, пока в моей жизни не появились другие люди. То есть, появился Заир, который полностью помог мне перебороть страх моего голоса и доказал мне, что это моя изюминка. То есть, я сейчас выпускаю песни, и куча людей, которые это не понимают и говорят, что с моим голосом это невозможно, я их не слушаю. То есть, мне нравится, я пытаюсь развиваться в разных сферах. Почему нет? Почему кто-то должен мне говорить, что я должна делать, а что не должна? То есть, я делаю то, как я считаю нужно. И как мне сама хочется. То есть, если это исходит от чистого сердца, то почему нет? То есть, с комплексом по поводу голоса я поборолась. Ну, на самом деле, до сих пор с ним борюсь. Очень, но не хочу это как-то яро обсуждать. Потом, по поводу носа. Вот, буквально январь, февраль, март, апрель. Три месяца назад я сделала операцию по выравниванию перегородки. И я не знаю, я до сих пор как будто не верю, что у меня ровный нос. То есть, я смотрю на себя, и как будто, ну, ничего не изменилось. Но я понимаю, что изменилось. И я могу сказать, что нос это для меня самая главная победа, потому что я ходила с самого детства, мечтала об этом, и как только смогла заработать на это денег, сделала операцию, и я прям безумно счастлива. Но было сложно после операции. То есть, после операции, когда тебе вставляют тампоны, и ситуация, когда ты не дышишь носом, а можешь дышать только ртом, это жесть. Я не знаю, но мне кажется, это не поймут люди, у которых не было такого. И ты со временем привыкаешь, у тебя нет сил вообще что-то делать. Ты просто лежишь как обувь, и ничего не можешь делать. Постоянно там голова, нос, кровь просто текла чуть ли не каждый день. То есть, это на моральное состояние очень сложно влияло. После операции я ждала человека, которого очень хотела видеть, но он не приехал. И первый вопрос, который я задала врачам, когда приехал, они такие, нет, я такая. Класс, мне явно повезло. И потом я уже как будто свыкла, что все, никто не приедет, наверное, так и нужно, поступки определяют людей. И приятное удивление было, когда я увидела ребят с хайп-хауса. Приехали там с книгами, с подарками, с цветами. Я такая, как он, смотри, хоть кому-то я нужна. Вот. И получается, я не знаю, наверное, даже нигде не говорила об этом, но после операции я скинула, наверное, килограмм семь, потому что я почти не ела. И, наверное, после этого у меня пошел самый сложный период в моей жизни, который длится до сих пор. Я не могу сказать, что у меня депрессия, потому что депрессия – это диагноз, который ставит врач. Но очень тяжелое моральное состояние, с которым я, наверное, на по сей день борюсь. И я как только начинаю об этом говорить, у меня аж слезы и судорогу идет. То есть после операции, то есть закончился январь, очень сложно и очень сложно до сих пор. Я стараюсь максимально это не показывать, потому что, ну, кого интересуют твои проблемы? Ну, так. Это, наверное, даже состояние, когда ты не можешь нормально спать. Я ушла в такую безысходность, как справиться с какими-то стрессовыми ситуациями, что я купила себе там валерьянку, чтобы там пить, когда меня прям вообще трясет. Это какие-то, я не знаю, панические атаки, которые могут случаться. И это на самом деле очень страшно. Но я почему-то думаю, что все просто не может даваться. То есть обязательно должен быть период, когда тебе будет сложно. И много людей, которые пишут, что если ты плачешь у себя в ТикТоке, то это хайп. Но, по-моему, ТикТок — это жизнь. И я хочу себя показывать такой, какая есть. То есть я могу быть разная, веселая, грустная, добрая, злая. Тысячи возможных вариантов, какой я могу быть. И просто люди не признают тот факт, что мне не должно быть стыдно за себя, стыдно за время, которое со мной происходит. То есть я — это я. И мне в данный период времени очень тяжело, очень тяжело улыбаться на каких-то шоу, потому что нужно, не будешь же ты сидеть и прямо вот так вот ныть, рассказывать тебе о своих проблемах. Вот я, например, очень открытый человек во многих вещах, но когда это касается, наверное, тему отношений, любви, конкретно на камеру, я пытаюсь всегда быть прям очень... Блин. Очень закрытый, наверное, потому что я никогда такого не была. Наверное, потому что у меня стоит какой-то блок, что когда это все напоказ, это очень обсуждается, как будто очень много людей, которые захотят навредить этому. Не знаю, почему у меня сложилось такое мнение, и я просто не хочу сейчас отдаваться сильно этой теме, потому что я знаю, насколько она нашумела в интернете и сколько она вызовет эмоции просто, наверное, у всех людей, которые знают, знали там эту пару, не пару, потому что я в отношениях всегда тот человек, который за закрытость. То есть бывает момент, когда хочется что-то показать, но в основном я вообще ничего не говорю на тему отношений, потому что для меня это слишком лично, и даже когда я проживаю, я не знаю, в тех же отношениях, в жизни какие-то тяжелые периоды, где прям, ну, я не знаю, настолько плохо, что ты там спать нормально не можешь, ты все равно ходишь на шоу, там, общаешься с людьми на всякие мероприятия и улыбаешься. То есть я всегда стараюсь излучать только позитив, наверное. А вот сейчас что-то у меня прям вывело из колени. Я могу сказать, что я испытывала такие чувства, как любовь. И, наверное, когда спрашиваешь, что такое любовь, я не могу ответить словами, потому что чувства, которые это вызывают, по моему мнению, это не словесные. То есть их не опишешь словами, какие чувства там ты испытываешь к человеку. Это была взаимная любовь. Это было при обстоятельствах таких, что я даже не думала, что это случится. То есть этот человек, с которым я чувствовала это самое чувство, помог мне очень. Он мне помог выйти, во-первых, из депрессивного состояния, безумного, в котором меня загнал совершенно другой человек. И помог мне с решением жизни съехать от родителей. И поэтому я могу сказать, что я просто... Мне кажется, люди просто не понимают, почему я плачу. А я просто не могу вот так вот взять и сказать. Я просто могу сказать, что было такое, и это было взаимно. И я очень благодарна этому человеку. Вот. Я не знаю вообще, с чем это связано, но я категорически не могу спать одна. То есть вообще. То есть мне обязательно нужно, чтобы со мной спал человек в комнате. И прикол в том, что... Прикол. У меня не было такого до того, когда я жила там на квартире с родителями, потому что и не спала одна. Но как только мы приехали в хайп-хаус, я прям такая... Что? Как это спать одной? И как только я оставалась в комнате одна, темнота. Все. У меня ощущение, что кто-то ходит. Я как будто вижу какие-то силуэты. Если там какой-то звук будет, то все у меня вот так вот. И я потом вообще фиг засну, могу до утра не спать. Это раз, в котором у меня есть фобия. А второе, это, наверное... Вот даже ситуация была, я даже зайти не могла одна в дом. То есть я совершенно не могу находиться одна в большом пространстве, потому что я начну себе чего-то накручивать. Я помню, даже не могла зайти в дом ночью. То есть было ночь, темно, и в дом никого нет. Я просто стояла на пороге, и не могла зайти, потому что думала, сейчас я зайду, и будет что-то невероятное. Еще у меня это не то, что фобия, а это какая-то интересная вещь, когда вот я сплю с Катей, например, и мы уезжаем всем хайпаусом куда-то отдохнуть, и я выбираю место, где я буду спать. Но я выбираю это место с мыслями о том, что если вдруг зайдет маньяк, и зайдет он с окна, либо же с двери, где мне будет спать безопаснее? То есть я постоянно выбираю себе самое безопасное место для самой худшей ситуации. То есть представляешь, куда бы ты ни приехал, у тебя сразу первая мысль, с какой стороны ты будешь спать, потому что если кто-то зайдет, то тебе нужно быть в безопасном, укромном месте. И я не знаю, это очень странно, многие этого вообще не понимают. Я как-то сживу, как будто это нормально, уже на неосознанном уровне, и все, и такая так, вот здесь мне безопаснее, если он идет вот тут. Вот. По-моему, я что-то еще не сказала. Но еще у меня есть страх одиночества. Я очень боюсь остаться одинокой и никому не нужной. Надеюсь, такому не будет. Ну, если честно, в последние месяца 4 я, наверное, чувствую себя очень одиноко, несмотря на то, что меня окружает много людей. Чувствую себя, я не знаю, очень долго, не то чтобы долго, но пару месяцев, я чувствую такое состояние, как будто мне чего-то не хватает. Нет чего-то такого, что заполнит мою жизнь прям до конца. Ну, я знаю, на самом деле, ответ на этот вопрос. Наверное, я себя убедила в этом, фиг знает. Я себя, на самом деле, даже сейчас чувствую очень одинокой, что если мне нужно высказаться, выговориться, то я пойду, сяду одна и прожидаюсь, а потом ко всем пойду с улыбкой и всем понимать настроение. Вот так вот. На самом деле, страшно. В какой-то даже мере чувствовать себя одиноким. Но, я думаю, таковыми себя ощущает очень много, множество людей. Моя мечта, она была всегда такой, банально, возможно, очень скучно. Я хочу просто быть элементарно счастливым человеком. Я всегда говорю об этом самой себе, что для меня самое главное это там не деньги, там, отдельно, дружба, там, карьера, это все, что существует в этом мире, а быть счастливым. То есть просто быть счастливым человеком, который ходит, улыбается, у него есть близкие, у него есть вторая половинка, у семьи все хорошо, ты делаешь то, что тебе нравится, развиваешься, счастье. Вот самое главное в этом мире и моя мечта быть счастливым человеком по жизни. Конечно, без сложности никуда, но вот я хочу просто быть счастливой. Это все. Потому что слово счастье я вкладываю как раз таки то, что я перечислила. Я думаю, нет смысла врать. Я не ощущаю себя на сто процентов счастливым человеком, когда я бы назвала себя сейчас четко да, да, я счастлива. Нет, ну я уже говорила ранее, не хочу делать на этом акцент, что сейчас у меня идет сильная борьба с самой собой. давать советы, конечно, можно в силу опыта какого-то, так может делать каждый человек, но не факт, что эти советы будут правильными, потому что ситуация у всех, ситуация может быть одна, но вот эти вот всякие зацепочки, которые в этой ситуации совершенно разные, и один способ не подойдет, везде же индивидуально. я считаю, что в какой, в какой бы жопе ты не находился, самое главное сделать так, как чувствуешь, и как тебе подсказывать сердце. Никакой совет друга правда не поможет. Самое главное делать то, как ты чувствуешь, и тогда ты найдешь самый верный выход из ситуации. Я так считаю. Субтитры создавал DimaTorzok